Итоги уходящего понедельника Какие еще цели поставлены ведомству Правила жизни В Бобруйске стартовала неделя детской безопасности Нельзя переходить на красный свет Как не пополнить печальную статистику Долг честь Отечества В восковой части 55-27 открылся военно-патриотический клуб Это наши дети, наше будущее К чему будут готовить бойцов А также купленная елка, трезвый водитель и настоящее чудо Белорусские врачи спасли двухмесячную девочку С тяжелой коронавирусной пневмонией Когда малышку переведут в обычную палату Внешнеполитическая обстановка Александр Лукашенко принял с докладом Главу Министерства иностранных дел Владимира Макея Рассмотреть вопрос реструктуризации ведомства Таким было поручение главы государства Связано это с внешнеполитической обстановкой В частности на Западе Президент отметил, что Беларусь целесообразно Меняет подходы также на восточном и южном векторах Вы представили мне неделю назад свои предложения Я внимательно их изучил В принципе работа проведена серьезная Но хотел бы вас просто предупредить О недопустимости какой-то штукатурки Внешнеполитического ведомства И той ситуации, которая складывается На внешнем контуре наших границ Я уже премьер-министру об этом говорил И мы договорились, что нам надо, коль взяли за этот вопрос Министерство иностранных дел Привести в надлежащий вид В соответствии с теми задачами Которые будем решать Сегодня, завтра и послезавтра В Министерстве иностранных дел уже подготовили план По оптимизации сети загранучреждений Беларуси Его цель усилить работу в странах СНГ и на Дальней Дуге Основной акцент на повышение эффективности экономической дипломатии Урок на будущее Вторая школьная четверть подходит своему логическому завершению А следом начнутся каникулы В этот период важно напомнить ребятам о правилах поведения возле дорог Госавтоинспекция города проводит неделю детской безопасности Карина Угревич проверила свои знания ПДД Через семь дней у школьников во всей стране стартуют зимние каникулы В этот период проблема травматизма становится особенно актуальной У детей появляется масса свободного времени Большую часть которого они проводят на улице Вот почему так важен контроль и своевременное напутствие В городе началась неделя детской безопасности Несовершеннолетние оказываются под колесами автомобилей чаще, чем мы можем себе представить В 2021-м только в Бобруйске зарегистрировано 11 аварий с участием детей И лишь в одной виноват ребенок ГАИ в очередной раз напоминает ребятам правила дорожного движения Инспекторы отправляются в 18-ю школу Тема урока не прописи и уравнения, а безопасные каникулы Сотрудники госавтоинспекции рассказывают про фликеры и небезопасные игры у проезжей части Малыши справляются на 10 баллов Знак пешеходный переход Юные участники движения не осознают всей степени опасности Поэтому задача взрослых – объяснить Ведь совсем несложно рассказать ребенку, как правильно вести себя на улице и возле дороги Куда идти играть, а где категорически этого делать не стоит Какие правила дорожного движения ты знаешь? То, что нельзя, когда автобус или троллейбус уже поехал, нельзя туда уже забегать А как дорогу переходить нужно? На зеленый свет светофора А если на улице темно, то что у тебя должно быть? Фликеры А у тебя много фликеров? Какие у тебя фликеры есть? На ботинках, на кутках и на языке Нельзя переходить на красный свет И что нельзя играть с мячом возле дороги И нельзя бегать, когда заканчивается светофор Осенью в Бобруйске под колесами авто оказался 10-летний мальчик Местный житель сбил ребенка, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу Еще один инцидент произошел в начале зимы в Могилеве 9-летний школьник не дождался полной остановки машины и вышел В результате транспорт наехал ему на ногу А в Минске форт пролетел на красный и протаранил коляску, в которой находилась трехлетняя девочка Родителям не стоит забывать, дети такие же участники дорожного движения, как и взрослые Госавтоинспекция города Бобруйска рекомендует родителям не оставлять детей без присмотра Каждый раз, когда вы передвигаетесь своим ребенком по городу, напоминать им правила дорожного движения А также контролировать их досуг При переходе проезжей части дороги необходимо напоминать о том, что необходимо остановиться И убедиться в том, что машины тебя действительно пропускают Внимательность и осторожность – это относится ко всем участникам дорожного движения Водители обязаны быть на чеку каждую секунду Ведь на кону не только их жизнь и здоровье За прошедшие выходные в Беларуси произошло 28 аварий Три человека погибли, 29 пострадали, среди них двое детей Чтобы ваши малыши не пополнили печальную статистику, подавайте правильный пример Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360 И снова автомобиль. В переулке Сосновом горела легковушка Сообщение на номер 112 поступило в пятницу днем К моменту приезда спасателей из «Фольксвагена» 1987 года выпуска валили клубы дыма Огнеборцы ликвидировали пламя и обошлось без пострадавших Не пренебрегайте правилам пожарной безопасности Ежегодно нужно проходить технический осмотр И, конечно, нужно возить с собой заряженные, исправные огнетушители В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно покидать место ЧАЭС Если вы стали очевидцем, то сообщите в МЧС по телефону 101, либо 112 Сеть зарули на марке в ближайшее время у хозяина не получится Сильно пострадали приборная панель и обшивка потолка Одна из рассматриваемых версий пожара – короткое замыкание электропроводки Елочные базары, рождественская ярмарка и морозный прогноз В Беларуси ожидается существенное похолодание Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Белорусские медики спасли двухмесячную девочку с тяжелой врожденной коронавирусной пневмонией Диагноз зафиксирован впервые Подобных случаев еще не было на территории страны СНГ Шанс на жизнь у малышки появился благодаря усилиям врачей РНПЦ детской хирургии В ближайшее время ребенка переведут из реанимационной палаты в обычную, а затем в Могилевскую больницу Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Могилевской области 31 декабря Он будет направлен на профилактику аварий, которые совершаются в нетрезвом состоянии Напомним, в Беларуси введена градация алкогольного опьянения водителя Максимальный срок лишения прав увеличен до 8 лет За незаконную вырубку ели или сосны грозит штраф от 145 до 870 рублей Лесная охрана вплоть до Нового года будет регулярно проводить профилактические рейды Заготовка праздничных деревьев для продажи ведется на специальных плантациях Елочные базары начнут работу в Бобруйске с 23 декабря В стране во время рождественских и новогодних праздников развернется более 430 ярмарок Их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось практически в 2,5 раза Все мероприятия будут проводить с учетом рекомендаций по профилактике распространения COVID-19 На Беларусь наступают морозы В ближайшие дни в светлое время суток прогнозируется до минус 12 градусов Ночью будет 23 ниже нуля Во вторник ожидается слабая метель на дорогах Гололедица В среду и четверг похолодание усилится К концу недели суровые морозы сменит утепель Днем будет от нуля до плюс трех Достойная смена В пятом отдельном специальном милитейском батальоне торжественно открыли военно-патриотический клуб «Зубр» В строю 20 ребят Есть свои отличительные атрибуты Знамя, девиз, форма Занятия будут проходить в выходные дни В расписании строевая, физическая, огневая и медицинская подготовка Плюс уроки по патриотическому воспитанию Мы давно вели работу по созданию этого клуба на нашей территории, нашей воинской части Это наши дети, наше будущее Мы должны готовить себе уже, может пафосно сказано, замену Поэтому мы по взаимодействию с руководством города, района, ветеранской организации Создали этот клуб Попасть в «Зубр» может каждый желающий Для этого нужно обратиться в Центр допризывной подготовки молодежи, клуб «Росквит» или непосредственно в воинскую часть Ребят будут готовить для поступления военную или академию МВД Время добра Бобруйское предприятие аренды услуги присоединилось к республиканской акции «Наши дети» Настоящий праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой благодворители устроили в Центре развития речи «Эдельвейс» Подробности у Ольги Васинде На Советской, 45, настоящий праздник В Центре развития речи «Эдельвейс» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой Пожаловал директор предприятия «Аренда и услуги» Здесь, в рамках республиканской акции «Наши дети» Развернулось сказочное представление Хоровод, стишки и, конечно, сладкие подарки Мы ходим сюда каждую неделю К психологу, к дефектологу Сегодняшний праздник – это, конечно, большое спасибо организаторам Было всё очень классно Детям очень понравилось В этом арендованном центром здании Предприятие запустило проект по модернизации Косметический ремонт сделан уже в 10 помещениях Малыши занимаются в уютных кабинетах Установлены новые двери, покрашены потолки и стены Вскоре строители возьмутся за фасад и второй этаж Искали мы около года помещение, подходящее для нас И я обратилась в госполком для помощи в поиске помещения для нашего центра И мне помогли, в частности, аренды и услуги Большое спасибо за помещение предоставленное, за ремонт сделан здесь В частности, Верёвкину Юрию Николаевичу Аренда и услуги предлагает помещение под любовью деятельности От просторного офиса до обычного склада Есть свободные кабинеты и в бывшем особняке на Пушкино 211 Это памятник архитектуры стиля эклектика Здание построено в 1912 В аренду сдаются также помещения на территории Бобруйской крепости Здесь свободно свыше 2500 квадратных метров Один обойдется в 3 рубля Удобное расположение и низкая цена Всего на балансе предприятия здание общей площадью 24 тысячи квадратов Из них занято порядка 15 тысяч Срок аренды у нас фактически не ограничен Мы всегда сдаем где-то от 3 до 5 лет На усмотрение арендатора Узнать информацию о свободной площади можно на сайте организации Горисполкома А также по телефону на экранах Чтобы снять помещение в аренду, достаточно написать заявление Его готовы рассмотреть в течение одного дня Ольга Весенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА